Мы начнем с того, что досрочные выборы были придуманы для того, чтобы как можно быстрее использовать административный ресурс, который тает на глазах. Если сейчас еще какой-то шанс у Собянина даже против сильных кандидатов есть победить, то через год, два, три совершенно таких шансов не будет, потому что рейтинги его и всей власти, особенно в Москве, снижаются, драматически причем для «Единой России». Поэтому нужно было бы продавить это решение, провести выборы, пока оппозиция не успела подготовиться, и победить в первом туре. То есть это, опять-таки, использование таких конкурентных преимуществ. То есть они взяли, сначала он там нам рассказывал сказки о том, что Москва не готова к выборам, что они не нужны, не надо тратить на это деньги, а теперь вдруг почему-то концепция, как в том анекдоте, поменялась очень быстро. Шансы у Навального есть, как минимум, занять второе место в первом туре, и в случае, если действительно он будет допущен до выборов, мы можем увидеть второй тур. Если не будет Навального, мне кажется, надежды уже на какой-то второй тур не будет, несмотря на то, что я считаю, и от КПРФ идет достойный кандидат. Ну, посмотрим, сумеет ли он пройти во второй тур или получить такое количество голосов, которым позволит, не позволит, точнее, Собянину победить в первом.